Перед обработкой опрыскивателя в поле надо будет задумываться, может что-то исключить, может это что-то понадобится попозже. Такие мысли сейчас у аграриев. Посевная полным ходом, а тут проблемы. Молдова не пропускает фуры с удобрениями и ядохимикатами для Приднестровья. Там идет большой заказ для многих фирм и части препаратов, которые мы тоже ждем. Ну то есть, чтобы вы понимали, эти препараты, которые идут к нам, они нам не нужны сегодня. То есть, если говорить конкретно о нас, они нам нужны немного позже. Это проблема, которая заставляет задуматься, но сеять в любом случае надо. Есть календарные сроки, которых надо поддерживать. То есть, надо сеять сегодня, потому что завтра уже нет смысла. Поля сельхозфирмы «Экспедиция Агро» все засеяли пшеницей. Уже есть ростки, нужно обрабатывать, чтобы было минимум сорняков. У сельхозфирмы есть запас химикатов и удобрений 200 тонн. Этого хватит до середины лета. Чтобы завершить сезон и был урожай, нужно еще 100 тонн. А они как раз застряли на границе с Молдовой. Аграрии за груз заплатили. Говорят, цены на удобрения и химикаты выросли. Если говорить на удобрения, то это в два раза. На семена тоже есть скачок, но не такой существенный. Там процентов на 15 подорожание. Что касается средств защиты растений, тоже. То есть, все взаимосвязано, ГСМ подорожало. То есть, здесь мы не видим тенденции того, что оно падает вниз. Всегда только вверх. Аграрии говорят, несмотря на сложности, без урожая не останемся. Планы большие. Более 10 тысяч тонн – это только овощей мы планируем. А что касается пшеницы, мы планируем хотя бы тысячи-три-четыре тысячи тонн. Подсолнуха планируем полторы тысячи тонн. Гречихи мы планируем до тысячи тонн. То есть, у нас культур много, планов много. Об этом это все осталось воплотить в реальность. Удастся ли воплотить планы в реальность, зависит и от поставок тех же удобрений. Пока вопрос открыт. Молдова блокирует грузы и продолжает давить на Приднестровье.